Субтитры создавал DimaTorzok Арангутаны принадлежат группе под названием Человекообразные обезьяны или высшие приматы А почему высшие? Арангутанов и их родственников горилл и шимпанзе относят к высшим приматам, потому что они больше и умнее других Кроме того, представители этой группы, в отличие от остальных приматов, нет хвоста Наверное, их стоит назвать очень умными приматами Ну, они без сомнения заслужили такое звание Гориллы живут большими группами, в которых царит строгая иерархия То есть каждый член СИИ занимает определенное положение На вершине лестницы лидеры самцы-вожаки Ступенью ниже доминантные самки, а потом молодежь На нижней ступеньке новорожденные детеныши Каждый член семьи знает свое место Шимпанзе – самые умные из высших приматов Они умеют делать и использовать инструменты Например, прутики для ловли термитов Камни, чтобы колоть орехи И даже листья в качестве губок, чтобы достать воду из дубла Все человекообразные обезьяны способны строиться задачами, которые не под силу другим приматам Они самые умные среди сородичей К тому же, это наши самые ближайшие розы Вот обратите внимание, как двигаются На малайском языке «аранг» означает «человека», а «гутан» образовано от «хутан» в переводе «лес» То есть, дословно «арангутан» означает «лесной человек» Я этого не знал, они действительно похожи на человека Сейчас, секундочку И я немножко покажу вам гиббону Обратите внимание, как двигаются полиции Компьютер, а к каким приматам относятся гиббоны? Как и арангутаны, к человекообразным обезьянам Видите, у них тоже нет хвоста Но их считают низшими приматами Они громкоголосые, но далеко не такие умные, как их родственники Гиббоны живут в этих же джунглях, проводя дни напролет в поисках лакомств и воды Они прирожденные кроваты Обычно эти два вида лазят Но когда пищи недостаточно, арангутаны начинают отстаивать свою территорию Послушать поющих гиббонов хотите? Опять Тёмнюю и дни деревья Тёмное колонне П обезьян Звук Звук День День Можно Тёмно Настоя Вот Сиаманга. И в результате возникает накопливался икор. Крики сиамангов слышны в радиусе полутора километров. И смысл послания очереден. Эта семья сообщает своим соседям. Это наша территория. Держитесь подальше. Кажется, что крики сиамангов заглушают все остальные звуки. Продолжение следует.